Ну и в принципе можно включать запись стрима и говорить всем привет, это мистер чейзер, вы на моем хитбокс канале, сегодня мы постримим одну из лучших инди-игр гейм-дев тайкун. Почему? Да потому что мне просто захотелось. И в принципе к нам еще на стриме должен подойти мой друг, который не знает что это за игра, я хотел ему ее показать. В принципе он любит инди-игры, но когда я ему сказал, что есть игра в которой нужно делать игры, он как-то недовольно на меня посмотрел, но тем не менее. Думаю он подойдет в скором времени, я ему пытался дозвониться, он почему-то не отвечает, хрен его знает. Сейчас я еще разок попробую ему позвонить, может ответит, но даже в скайпе еще нет. Ну, мне говорит, что он занят, понятно. Думаю, по пути зайдет, скажем так, на стрим на наш. Так, 30 лет создавать хиты, это все круто, дать название вашей компании, какие-то еще настройки. 35 лет. Ну 35, так 35. А кстати, я же музыку убрал, давайте включим назад музыку игры. Ну, где-то так, 26%, думаю, подойдет. Так вот, в ламповой атмосфере сегодня посидим. И назовем нашу компанию, я даже не знаю как. Это всегда самое сложное, что в РПГ, что еще в каких-то играх. Дай название своему персонажу, создай внешность своему персонажу. Это, блин, всегда такой геморрой. Ну, назовем его, например... Например, блин. Игрушки! Инкорпорейтед. Пусть будет так. Будем созвать игрышки, а не игры. Так, наверное, громкость игры немного снижу. Ну, чисто. До 20%. Думаю, нормально. Имя игрока, ну, тут... Я даже не знаю, какие варианты есть. Ну, блин. Конечно, здесь настройок меньше, чем в гейм... Эээ... Геймерс Гоумейкерс. Но, тем не менее. Тоже приятно. Понастраивать. А так как вы играли в эту игру ранее, можете использовать все ранее полученные подсказки в новой игре. А, давай. Эх, что там у нас? Чит-мод? Ага, у меня читы стояли тут. Я сидел тут, баловался с этими делами. Не, ну, мы, естественно, таким промышлять не будем. Кстати, как их там выключить? Вот это выключить давай. Так, требуется перезапуск игры. Хорошо. Я вас понял. Все читы повыключаем, ибо нафиг они нужны. Мы играем честно. Так, хорошо, продолжаем. А почему все по новой? Ну, ладно. Название компании помню. Так что не надо мне тут... Ну, как-то так. Да-да-да, импортирую всю эту фигню. Достижение разблокировано. Отлично. В 50 раз это уже вижу. Так, все, нет никаких читов. Можно зайти в чатик посмотреть. Че там у нас. Ах, так как игра у нас... Ах, как это называется? Игра работает у меня в псевдо-оконном режиме. То бишь, я смогу нормально сворачиваться. Никаких лагов и глюков не будет. Мистер Чизер Парад Продакшн. КСГО не лагало, когда смотрел. Немного лагало, кстати. Вот поэтому, не знаю. Наверное, буду отключать ее трансляции. Через Steam, потому что зачем? У меня из-за этой трансляции в Counter-Strike вместо 100 FPS было где-то 50. А это почему-то чувствовалось, когда ты играл. Так, создадим игру под названием... Блин, я даже не знаю, на что упор мы будем делать. О, вот и наш товарищ. Заблудшая душа. Хорошие новости. Скоро подойдет мой товарищ. Делай оверлорда третьего. Не, вы можете предлагать мне варианты для названия игр, но давайте тогда сделаем оверлорда, реально. Так, только с большой же буковки, да? Если вам понравятся такие стримы, ну, по гейм-дев тайкуну, то я продолжу это делать. Тем более, когда я пройду XCOM, спустя, может быть, месяц или два, я, возможно, запилю прохождение XCOM на стримах. Военные. Да, подсказки все остались, то бишь, возрастные рейтинги и так далее. Так, ну, военные, оверлорд, история. Тут нет ничего для оверлорда. Так что оверлорд подождет. Так, какие у нас тематики еще раз? Ну, давайте военные забацаем. Ну, и, например, что у нас было в 80-х такое классное военное? Contra? Всякие Combat Cars, да? Там вот такие вот игры были. Давайте назовем игрушку все-таки реально там Combat. Ну, просто Cars. Я помню эту игру. Она на Sega вроде выходила даже в 90-х. Прикольная игра. Ну, экшон, конечно, Combat Cars, экшон. Будем гонять на машинах, рассекать людей там на части. Прямо это, прям кармагеддон какой-то. Так, да, все подсказки у меня остались из прошлой моей игры, в которой я выбил все 33 ачивки. Но, тем не менее. Так, на ПК разрабатывать дешевле, поэтому давай на ПК. 10 тысяч, у нас всего 70. Надо как-то немножко экономить. Но на графоне экономить не будем. Ибо ну нафиг. Так. 100 FPS для контры идеал. Ну, не знаю, у меня когда в контре 100 и 120 FPS, у меня как-то лучше играется. Ну, не дергается изображение, по крайней мере. Как мне кажется. Ну, не знаю, когда 50-40, то как-то оно немножечко дерганное. 300 норм. Чем выше FPS, тем больше. Чем выше фана, и тем лучше. Связывается от реакции. Уверлорд больше на истории подходит? Нет, уверлорд подходит больше на фэнтези. Которых у нас сейчас нет этого жанра. Вот будет фэнтези, тогда да, забацаю уверлорда. Третьего потом забацаю. Да, я знаю эти плюсики, минусики. Так, для ВНВ экшена классный движок. Вот подсказки у меня все остались, так что думаю, мы точно не пропадем. История квеста вообще тут... Не, ну, если два минуса, тогда чуть-чуть надо оставить. Геймплей где-то вот так вот. С подсказками проще начинать. В Gamer's Go Makers, насколько я помню, подсказок мало. И они там очень сложные, скажем так. Но Gamer's Go Makers, кстати, я тоже, возможно, продолжу записывать. Но еще это как-то приперло поиграть в такие игры, по разработке игр. Так, искусственный интеллект, дизайн уровней, диалоги вообще на минимум. Ибо нафиг оно надо. В военном экшене, это типа Call of Duty, типа Contra, если старые игры брать, да? То там вообще нафиг не надо такая штука, как сюжет. Она там нужна, так чисто, знаете, для галочки. Там прилетели инопланетяне на нашу планету, давайте всех их убивать. Так, обучение. Нафиг оно мне надо, я же все знаю. Дизайн мира. Звук. Кстати, да, давайте дизайн мира вот так поменьше все-таки сделаем. Агрофон и звук по максимуму. Combat Cars. Будем гонять. Нам будет еще Rock'n'Roll Racing сделать, почему бы нет? Тоже игра детства. Кстати, для первой игры 10 и тут хотя бы 10. Это довольно хорошо. Сейчас еще баги исправят, может дизайн один подкинет. Но это вряд ли. Да. Давайте выпускать. 10 и 12 это очень хорошо для первой игры. Сейчас, может быть, рейтинг будет 7 или 8. Хотя хрен его знает. Ну вот так вот посидим, чуть-чуть поиграем. Создать игру с хорошим сочетанием темы жана. Ну блин, зачем вы мне эти достижения опять даете? Они же у меня открыты уже. Что там с оценками? Давай, давай, давай. Отзывы? Что, 10 уже сразу? Нет, 8. Ну, в принципе, я так и думал. Так, надо еще, знаете, что сделать? Надо закинуть на канал видео, что я стримлю сейчас. Я совсем забыл. Вот обычно я кидаю приглашение, да? А забываю загрузить видео, типа, что я вот прямо сейчас стримлю. Специально такое видео сделал. Кстати, я запилил мои первые впечатления по игрушке Грейгу. Можете посмотреть после стрима. Не знаю, как по мне, так это очень хорошая стратегия вышла. Так, сейчас стримлю на хитбоксе. Сейчас. Совсем забыл видео закинуть. Изменения сохраняются. И... Все. Так, кидаем на главную. Ну, на трейлер канала, или как он тут правильно называется на ютюбе этот. Ну да, трейлер для канала. Чтобы она первая висела. Так, стримлю сейчас. Хорошо. Все, поехали. Дальше. А кто шестерку? Пятерку? Вы что, сдурели? Это лучшая игра. Это первая игра, и она самая лучшая для того времени. А это мы где-то в 80-х начинаем. Ты что? Тогда только пинг-понг был. Игрушки инкорпорейтед новички. Ха-ха. Кто же знает, что за этими пацанами из игрушки скрывается талантливый чувак, который все ачивки выбил в стиме. Так, 2300 копий продали. Неплохо. По 16 тысяч мне там дает в неделю. Так, 12 фанатов. Вот так бы подписчики набирались на ютюбе, да? Там, бац, в день. Ну, в принципе, у меня столько и набирается в день. По человек 5-10. Но все равно. Лучше было бы, если бы по тридцатке хотя бы в день давалось. Ну, то есть, не давалось подписывать людей. А еще лучше, если бы просмотры вот так вот капали. Каждый час, например. Потому что подписчики-то растут вроде, а просмотры ни хрена. Так, нет новых одеев, понятно. Но зато очки исследования. Нам надо сейчас это, тематики новые исследовать. Потому что... О, средневековье. Вот это вот оверлорда мы забацаем. Хотя средневековье... Ну, попробуем сделать оверлорда. Средневековье, хотя это не особо подходит, мне кажется. Что там у нас еще? Знаю ли я об игре Stranded Deep? Не, не знаю, к сожалению. Всем привет, кто только подошел на стрим. Еще раз это говорю. И буду, наверное, это говорить каждые несколько минут. Потому что люди то отходят, то приходят новые. Так, средневековье. Давайте сделаем что-нибудь. Средневековье отлично подходит для всех возрастов. И, например, РПГ. Но оверлорд это не было РПГ. Давайте сделаем пока что Тесс. То бишь The Elder Scrolls. Попробуем, по крайней мере. С 2D графикой, без открытого мира. Ну, пофиг, это же Elder Scrolls. Он всегда будет крутой. Так, а тут еще неизвестно, да? То есть вопросик стоит. То есть приблизительно. Но это и так понятно, что истории и квесты должны быть в РПГ. По-максимуму геймплей тоже хороший. И движок где-то вот так вот поставим. Вот так давай. Вот так вот. 80 тысяч нам принесла Combat Cars. Это неплохо. Потому что мы, в принципе, ничего не потеряли. Остались как бы на том же уровне. Так, диалоги максимум, искусственный интеллект. А так. Ну и, в принципе, все оставляем. Как было. Кстати, можно создать игру под названием Pong. Так, получите ачивку в Стиме. Что это 1? А, уровень 1. Ммм, РПГ, да? Звук. Дизайн мира вот так должно быть. И графика давай вот так. РПГ я просто в прошлой игре, когда играл, я не делал абсолютно. А это, если кто не понял... Давайте сохранимся, во-первых. То есть, это у меня где-то тут. Он 4,8 миллионов, что-то там. Или нет? А вот вы тут Studios. Тут я с читами где-то баловался. Или что нет? Стоп. А, вот. Нормально. Это со включенными читами. Ну вот, в Сути-Сюдио себе создавал, да? У меня там, вон, 5 миллионов денег, там, миллионов, там, и так далее. И вот, в общем, там я в основном бацал стратегии и экшены военные. Так что, когда буду делать стратегии, у меня будет очень много подсказок. Технологии 10, дизайн 13. Неплохо. Но можно уже лучше давать. Всё равно это пока что маловато. Так, давай оценочки. Ну, что вы делаете, ребят? Мы тут хорошие игры делаем, вообще-то. А вы тут нам шестёрки лепите. Ну, хоть что-то. И 8. Средняя оценка 7 где-то будет, да? Давай сразу делать отчёт, чтобы... Ну, да. Чтобы накопить очки исследований для своего движка. Чтобы можно было делать движок. Неплохо. Сейчас уже 100 тысяч денежек будет. Интеллект не важен. Хорошо. Я вас понял. Так. Мода супергерои. Вот ещё супергероев можно заделать. А потом копить на движок очки исследований. Скоро выйдет игра сноу. Что-то вроде Шон Уайт скейтбординг, только на лыжах и ММО. Но я тебе немножко... Ну, тебе скажу так, что есть Шон Уайт сноубординг, где ты на сноуборде катаешься. Ну, там нет сюжета, к сожалению, поэтому я её не проходил. Где друг, кстати? Ещё не юзаешь телефон? Да потому что мне сворачиваться нормально. Ну, легко. Если бы я играл в Space Marine, я бы телефоном бы пользовался. Друг скоро подойдёт. Он в парикмахерской был. Он там идёт. Уже. Так, супергерои у нас есть. Давайте забацаем новую игру. Предлагайте свои названия. Вот как раз таки супергеройскую. Давайте. Супергеройский экшен. Ну, естественно, на ПК. Кстати, как у нас тут экшены? А, кстати, экшены не особо идут. Давайте тогда приключения сделаем. Супергеройские приключения. Конечно, странновато, но зато там получше характеристики. Что вы скажете насчёт названия? Суперговняшка. Ну, это очень оригинально. А что-нибудь нормальное? А, ладно. Вас дождёшься. Давайте. Слоссмен. Человек лень. Вроде лень так пишется. Ну, леззи ленивый, да. А слосс вроде как лень. Короче, человек лень. Прям про меня. История квесты. Ух, приключений. Нужна история квесты. Ну, ладно. А то давайте всё стандартно оставим. Посмотрим, что получится. Супергеройские приключения. Ну, я вижу, уже как-то не особо идёт. Говняную игру сейчас сделаем, кажись. Ну, подсказки вроде нам что-то дают. Но там вопросики. Значит, это приблизительные данные. Не точные. Надо делать вот эти вот... Как они называются? Отчёты. Тут давайте как-то вот так вот. Не знаю даже. Супергеройское приключение. Надо стратегию сделать. Я сейчас точно сделаю классную стратегию. Так, 115 тысяч принесла нам ТЭС. Кто бы что-то мне говорил в рецензиях. Она нам дала денег немало. Так, правим баги. Приключение зашкаливает. Квест дойти до холодильника и обратно. Отлично. Симулятор хлебушка. Можно будет сделать потом симулятор хлебушка. Так, говняна по технологиям. Плохая игра сейчас выйдет. Но нам нужны деньги, поэтому мне как-то пофиг. Пока уничтожать игры не будем. Тем более, нам нужны эти. Ручки исследований. Ну, давай. Сейчас говно всякое, да? Там, фу, как это так? Человек лень. Не могли что-то получше придумать. Довольно плохо. Ну, понятно. Учитывая по дизайну и технологиям. Особенно по технологиям. Это очень плохо. Так, давай отчет. Нам нужны очки исследований. Работа по контракту открытых. Хорошо. Это, в принципе, уже денег немного поднять, если вам чуть-чуть не хватает, например. За покупку нашей игры. Да, пожалуйста. Я знаю, да, ребят, Green Hat Games. Делайте новую геймдейв тайкун. Которую переплюнет геймерс гоумейкерс. И будет попроще, чем геймерс гоумейкерс. Потому что там слишком все запутано. Как по мне. Так, делаем новую игру. Военную стратегию. Давайте забацаем. Стратегии 3. Стратегии 3. Ну, тогда ПК. Ну, естественно. CNC. Первая. Она так, в принципе, и называлась. А потом уже Tiberium Dawn. Ее обозвали игроки. Но это не важно. Нам сейчас надо 50 очков исследований. В принципе. Вот тут у нас все понятно. Геймплей по максимуму. Движок чуть-чуть меньше. История квеста вот так вот. Отлично. Даже история квеста, может, чуть-чуть меньше. В принципе, сюжет в стратегиях не особо важен. Он там должен быть. Но он должен быть там, как бы, на втором плане. Ну-ка, по мне, ребята из Весту в 90-х годах довольно классный сюжет сделали с этим Tiberium. Так, дизайн уровней. Идеологии так все. Интеллект вот так вот. Что-то как-то мало. Очков пока? Давай, давай. Что-то нам одни исследования делаешь. Давай. Нам надо игру делать. Исследование успеешь. Дизайн мира. Звук. Ну, графика так. По стольку, по скольку. Так, 40 тысяч принесло. Маловато. Что так плохо все? Кстати, уже НЕС выпустили. А мы тут все еще фигней страдаем. Нам надо исследования быстро делать. Что-то как-то слабенько. По стратегиям у нас. Нет, вот это вот я уже перезвоню потом. Так, 11 на 10. Ну, так себе. Если честно. Кстати, вот. Новый уровень. Сейчас у нас должны новые исследования открыться. Так, подожди. Что там в чате? Шон Вайт Сноубординг играешь один, а в Сноу с толпой. Ну, я тебе... Опять же тебе так скажу. В Шон Вайт Сноубординг можно играть в кооперативе. Но там просто ее вроде как не взломали до сих пор. Ну, на пиратке можно было поиграть. Гоа Прототайп 3. Не, лучше Half-Life 3. Хоть где-то она выйдет. Так, что там по CNC нам скажут? Фигня? Ну, понятно. Технологии нам нужны. Короче, чтобы делать нормальные игры. А то мы слишком устаревшими технологиями пользуемся. Давай, давай. Средняя оценка где-то 5 с половиной. Так, отсчет давай. И будем делать движок уже. Ну, исследовать движок, точнее. Не, пока неплохо так продается, кстати. По 20 тысяч. Так, нет новых идей. Ну, понятно. Давай, игровой движок. Пока посидим под дождем. О, ты, кстати. Кто-то в скайпе появился. Создай Соника. Потом. Вообще, может достучимся до нашего товарища. А может и нет. Так, новые исследования. Надо сразу их делать. Что-то не отвечает. Ладно. Потом. Так, монозвук есть. Дальше нам надо еще одну игру сделать по-быстренькому. Например, история. Историческая стратегия. Давайте. На ПК. Цивилизацион. Запасываем, наверное, цивилизацию какую-то. Пусть будет пока что. Нам просто надо сейчас очков исследования накопить немного. Так. История квеста тут вообще не нужна. Движок давай чуть-чуть повыше. Какой сюжет нафиг в цивилизации? Я вас умоляю. Кстати, дизайна неплохо. Так. Искусственный интеллект. Диалоги тут вообще не нужны. Еще дизайн прям вообще хороший будет. Дизайн мира. Звук. Графика. Давайте как-то так. Раскидаем наши ползунки. Да, неплохо сейчас получится. 16-14. Очень неплохо. Так это без технологий еще. Ну, новых технологий. Это мы базовыми сейчас технологиями пользуемся. Марио 3D. Марио 3D выходил на Nintendo 64, насколько я помню. Там Mario World или как-то так назывался. Ну, неплохо. Сейчас немного денег надо поднять и движок делать. С новыми технологиями, естественно. Так, ну, средняя оценка 7-75. Неплохо. Делаем еще один отчетик. Чтобы очки следований поднять. Да-да-да, успех. На NES я знаю. Но там слишком дорогая лицензия. Ну, хотя у нас денег довольно много. Можно будет и попытаться купить лицензию. Так, хорошо. Дальше нам надо исследовать... А, движок мы же исследовали. Фу, блин. Обучение давай. Обучение. После этого можно уже будет идти в создание собственного движка. Денег у нас, думаю, пока хватит на это дело. Так, хит среди игроков. Ох, хорош. Забацал просто так игру, для того, чтобы накопить очков исследований. Получилась культовая игра. Класс. Так, давай движок бацать. 2D графика версии 2. Линейный сюжет. Сохранение. Обучение. Ля-ля-ля. Дофига денег, но... Надо это делать уже. И назовем его... Игрушки. Engine. Версия 1. 1. 1. Просто 1. Давай, делай. Вот теперь игры будут хорошие. Ну, по крайней мере, лучше, чем то, что мы делали до цивилизации. То есть по 15 очков в... В дизайне и в технологиях точно будет. Нормально так. По 2 технологии из этих исследований дает. Даже не знаю, что еще предложить, кроме Dark Souls 3. Так, 190 тысяч принесло. Неплохо. Действительно неплохо. Да-да-да, это все понятно. Движок за 100 тысяч. Это все понятно. Уйди. Да, я понял. Так, слива аудитория потом. Нам надо новую игру сделать. Блин, хреново у нас тематики. Вот это вот вообще нафиг не надо. Закон хирургии. Военный экшен. Господи, нам нужны деньги. 80 тысяч. Лицензия. Понятно. Наш движок. Давайте. Медаль. Ой, медель. Медал оф. Хонор. Первую медальку сделаем. Может, вкатит. Денеги нужны, пипец. Сейчас мы можем обанкротиться. Мне кажется, я поспешил немного с созданием движка. Но. Черт. Нам нужны эти хрени. Плохо, плохо. Давайте хотя бы линейный сюжет сделаем. И сохранение. Хотя бы так. Хочу чуть-чуть денег потратим. Там еще на звук надо будет потратиться. Но, думаю, эта игра хорошо сделается. Но будет хорошей. Так, давай вот так. Давай делай игру, лентяй. Что ты одни исследования кидаешь? У нас денег нифига нет. Графуни. Звук. Дизайн мира. Вот так. Базовый звук. Больше нам нечего делать. Денег и так ноль. Считайте. Так, технологии хорошо так вырвались вперед. Давай, давай, давай. Неделя третья. Нам сейчас тут будут уже расходы покрывать. Мы тут фигней страдаем. У нас денег толком нет. Да, 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 да. Давай. Ну, один баг, чувак. Так, отлично. Прям на мели уже нахожусь. Но все-таки, думаю, сейчас Medal of Honor хорошо сорвет куш нам. Ну-ка, смотрим. 10 из 10, давай. Да что такое? Серьезно? Надо срочно новую делать тогда. Не, ну что это такое? Кто эти оценки делает? Они, наверное, вообще в игру не играли. Просто так им сказали. Военный экшен. Ну, средненькая игра должна быть, типа, да? Ладно. Doom, Assassin's Creed. Можно, в принципе. Ага. Это, Sega пошла на рынок консольный. Ну, кое-как. Деньги нам дали. Так, нет новых идей. Понятно. Давайте быстренько. Не знаю, супергеройский. Экшен. Хотя мы только что экшен делали. Так что давайте. Военную. Хотя давайте стратегию сделаем. А у нас средневековую. Давайте стратегию. Историческую мы делали. Давайте средневековую теперь. На ПК опять же. Движочек. Ну и, например. Фэнтези. Си-дж. Не, Сидж. Фантастическая осада. Не знаю. Просто так. Первое, что в голову взбрело. Warcraft потом сделаем. Тем более там не средневековую, а фэнтези. Ну, кого это волнует. Так, линейный сюжет. Нафиг тут надо. Обучение. Хотя в стратегиях надо обучение. Давай. Так, геймплей, графуни. Вот так давай. Окей. Дизайн уровней, да? Так думаете? Да нет, вот так давай сделаем. Попробуем. Средневековой стратегией. Вообще, вижу, не делал. Только военные одни. Но, блин, как-то не особо вижу. Сейчас у нас по очкам идет 9-9. Ну, посмотрим. Деньги пока есть. Так что можно экспериментировать немножко. И звук давайте хороший сделаем. Пойдем в технологичность небольшую. Дай! Хватит репу чесать. Делай игру. Так, 4, 16, 17 на 14. Неплохо. Тоже сейчас где-то восьмерочка будет. Ну, еще до технологии подкинь. Ладно, делаем. Новый рекорд. Где мои оценки? Давай. Я жажду отзывов. 10 из 10. Ох, ты ж, господи, Иисусе. Что же тут делается-то? Вы только посмотрите, как эта игра хороша. 10 из чертовых 10. Ну, сейчас какая-то скотина последняя 100% поставит 9. Ну, как всегда, да. Один умеет подпортить. Господи, это же 10 из 10. Игра года. Культовый статус. Все. Мы купаемся в золоте. Ура! Игра же залагала, мне кажется. 50 тысяч копий продано. Ранг первый. Просто лучшая игра. 100 тысяч копий продали уже. Вы заработали себе на новый офис. Там сколько там? Не, подожди, не надо. Куда? Новый офис. Подождешь. Мне надо хотя бы миллионов 5, наверное, накопить. Хотя с этой игрой, наверное, накопим. Профессионалы индустрии говорят, что игра это одна из редких игр, которые задают новые стандарты. Ну, понятное дело. Мы вошли в историю уже. Не думал, что так быстро все произойдет. Уровень бог. Так. Исследование. Целевая аудитория. Давай, нам нужно исследование. Ты что там? Сейчас полмиллиона продадим. Хотя нет, вряд ли уже. Так хорошо стартануло. Так, исследование. Движок. То есть движок. Тематику давай нам. НЛО. Двадцать хком делать. Два миллиона. Ты что? Просто бог. В стратегиях. Сейчас еще стратегию. А хотя нет. Надо какие-то разные игры делать, скажем так. Так, возрастные категории. Это понятно. Это все хорошо. Файтинги жалко не здесь делать. Я бы Мортал Комбат забасывал. Давайте военный симулятор. Нет. Средневековый РПГ. Почему бы нет? Для всех назовем ее... Вармастер. Да, я просто крутой чувак. По качеству придумывания названий для игр. Мастер войны. Уууу, как страшно. Вам уже страшно, да? Так, так. Все делаем. Деньги есть. Можно себе позволить немного раскошелиться. Но в офис пока нам рановато переезжать новый. А то сейчас переедем быстро. Деньги наши все закончатся. Потому что там в месяц у нас будут забирать по 150 тысяч. Рано нам еще. Так, диалоги. Дизайн уровней. Искусственный интеллект. Вот так вот давай. Посмотрим, что получится. Неплохо дизайн идет. Но на одном дизайне далеко не уедешь. Вот тут, кстати, неизвестно. Графика. Дизайн мира. Звук вот так вот давай. Блин, не делал я РПГ. Вообще хрен его знает, что тут происходит. Всем привет. Привет. Спасибо, что зашел на наш стрим. Вечерний. 22 дизайна. Просто. Божественный результат. Так, кстати, 2D графика прокачалась. Сейчас будет новое исследование графики. Да подожди. Там по 150 тысяч будет забирать у нас. О, геймбой. Можно будет на геймбой делать игры. Я, кстати, когда за WC Studios играл. Я довольно много классных игр для геймбоя сделал. О, боже. Вы посмотрите, еще одна идеальная игра. Все, приезжаем в новый офис. Теперь у нас есть средства. Вы просто посмотрите. Как же игрушки Инкорпорейтед знают толк в играх. Ну, как всегда, один последний поднасрал. Давай отсчет. Посмотрим, что там у нас не так было. Давай, давай, давай. Еще исследования, кстати, надо. Там же 2D графика прокачалась. Нам должны новые исследования подогнать, по идее. Но почему-то нет. О, оборотни, давай. Вы только гляньте, какие продажи. Я в шоке. Неожиданный хит года. Как диалоги в игре могут быть гораздо более захватывающими, чем в кино и в книге. Отлично. Не, ну ладно, в офис надо уже переезжать. Нам нужны помощники, по идее. Тем более, скоро средние игры надо будет делать уже. Новая тематика, оборотни. Давайте пока для геймбоя сделаем. А я даже не знаю, что тут хорошее. На ПК тут практически все хорошее, кроме экшенов и РПГ, почему-то. Не плохо было бы на NES сделать что-нибудь. Давайте на геймбой. Оборотня. Кастельванию сделаем, вот. Экшен с оборотнями. Давай. Отлично, Кастельвания, думаю, пойдет на геймбое. Правда, черно-белое, но ничего страшного. Думаю, это ничего страшного. В Кастельвании не графика, главное. На NES я помню Кастельванию. Офигенная игра. Так. Ну, сохранение на геймбое, не думаю. В геймплее вот так вот. История квеста тут должна быть чуть-чуть. Либо это же Кастельвания, там прикольный сюжетец был. Где друг? Я не знаю. Он в скайпе есть, но почему-то не отвечает. Сейчас ему позвоним так. Если там поменяли себе цвет ников быстро. Сейчас ему еще раз позвоним по-быстрому. А то сколько мы уже стримимим? Минут 40 где-то. Я думал, он к началу стрима подойдет. А что-то не получилось. Так. Сейчас пока микрофон отключу. Минут 40 где-то. Вдох. 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 Минут 40 где-то. Вдох. Вдох. короче занят он вот что я вам скажу может быть подойдет а может и нет так 1822 неплохой результат для портативной игры геймплей 3 уровня тем не менее улучшенный пользовательский опыт делаем исследования надо сразу делать кроме маркетинга маркетинг потом а ну-ка отзывы для костыльвании 10 из 10 конечно размечтался делать подряд игры 10 из 10 сейчас 8 тоже неплохо всем с половиной пока что у нас до 7 с половиной оценка но неплохая оценка для геймбоя тем более там игр в принципе то много крутых и не было были конечно прикольно но прям крутых не было так на 4 миллиона поэтому до идем в новый офис мне кажется я об этом еще пожалею так отстань я хочу отстань надо курсы пройти тренировка управление персоналом так у костыльвания на пока деньги дает по чуть-чуть не дает неплохо создать гтс андреас сделали а предзаказ на gta 5 вы видели ее цену думаю ответ вы поняли мой отдавать 50 300 или 60 долларов за эту игру я не готов я лучше потом пиратку скачаю в одиночке поиграю тем более мы так слишком долго ждали чтобы покупать игру ее могли выпустить вместе с ps3 ps playstation 3 версии из xbox 360 легко вопроса роксар захотели денег срубить и еще помочь sony и microsoft продать консолей вот и все а так версия для компьютеров думаю уже тогда было так давайте нам технаря на сто тысяч ну как с этих наря тот который по технологии будет хорош да 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 хорошо мы переехали это понятно кстати вот у нас еще постеры справа находится это у нас отсылки к играм то есть за них можно получить ачивки правда ты тот space commander и такая же сам да игру сделать вы commander а марс это у нас вроде как отсылка к думу но это еще не помню да там вроде дум или квейк так дэниел миллер технологии 200 150 318 не ты дорого стоишь давай вот этого парня так господи как это можно отключить обучение мену бесит советы выключить действительно бесит так парень давайте мара тренинг для новых сотрудников ты у нас давай генерацию отчета делай все должны работать на ps 4800 рублей стоит она пока 2500 чем логика ни в чем логики нет скидки будут пять процентов но да возможно скидки будет пять процентов всего можно типа создался какой-нибудь в игре в этой игре в этой вроде нельзя делать делать здесь можно делать только аддоны для ммо игр к сожалению так создать новую игру давайте запасаем средневековый экшен рпк делали давайте экшен среди подсказки куда они исчезли но принципе мне так нормально так название слэйер подойдет тогда надо будет еще движок скоро новый делать клапа сказки делись что за прикол мне конечно не против но так средневековый экшен сохранения тут нужны движок нужен геймплей нужен вот так вот давай пацаны делаем игру среди игры на пока рано делать надо хотя бы что было три чувака так искусственных дизайн уровень тут принципе все нормально быстро мы на четвертом году уже переехали в новый офис так звук графика дизайн мира графика надо в экшене звук надо в экшене дизайн мира не особо надо поехали ходит репу чесать я тебя просто так думаешь на него и работаем что ты тут обленился на что за фигня это что за игра блин даже то моя бабушка это лучше сделает игру что это с дизайном ребят что с дизайном до commodore 64 убираются рынка это и понятно эти технологии жесть движок дизайна искусственный интеллект а сейчас у нас будет исследование редактор уровней так давай далее от исследования опа здорово чё там ничего скинь ссылочку теперь с радостью скину себе ссылочку сейчас как там на 2 ты чё свободный рогач китбокс я тебя не нашел я типа так и через слэшер через слэш . я не так через через тире эти ссылку скинул уже я понял я так искал не нашел опа звук пубкаru Studer Cubs ладно ничего страшного как мне выключить тут звук а то оно как-то тут звук на китайском какой звук на китайском не знаю тут где звук с левой стороны китайский иероглиф обнови страницу нет не буду обновляй все остальное на английском течет он так что контакт да она у меня тоже принципе контакты создать что за говно обновились этот нет не не надо но я говорю что за говно сидишь в комнат какой-то комнатке а ты об этом но все нормально что у тебя один этот всего лишь человек работает но я еще один работник ты удава ни хера не сделай даже тупой майнкрафт так это ж вы восьмидесятых годах еще ли зато у вас смотри уже есть микроволновка ну там что то есть да там какая-то вода и сверху микроволновочка мусорка это книги да но в принципе да а чё такой стол у тебя большой а у типа маленький такой столик я справа внизу а наверное рабочий по центру потому что тут будет еще три типа заранее стоит закупать я понял как бы да наперед так я уже создал две игры которые дали оценки 10 из 10 просто лучшие игры ну и пока у нас деньги уходят в минус надо наверно пацана потренировать моего эти обучение что вроде бы выключил надо шоу логиниться надо чтобы отвечать они им жопу идите туда да ну судя по всему ну ладно ничего страшного по ты играешься не хватало еще давайте маркетинг у вас смайли халявный могу поставить кипарик ага хер вам все слишком сложно все куплено так маркетинг разблокирован это все конечно круто но нам нужны игры хорошие хорошо проходит ты о чем отвечаю на вопрос закадровая жизнь тонн стрей никак просто играем в свое удовольствие и все так а ну-ка забацаем к мы не завоевать сейчас людей стратегию какой каких людей никаких людей но он смотрит стрим поиску да ну посмотри уже написано 8 человек мало со мной вместе да наверное да но знаешь это это лучше чем 23 как было на ютюбе помню так военная стратегия как назвать военную стратегию команды канкуер уже был red alert потом будет цена 35 грн 35 тысяч для кого хорошо это желтенькая красненькая зелененькая но рейтинг рейтинг для игры для детей игры для всех и игры только для взрослых 17 плюс почему-то 17 не знаю даже 18 но это он может быть у нас 18 а если я не знаю именно возрастные ограничения 18 плюс в 80-х годах было все по-другому но были тут быть и в будущем тоже как назвать игру военную стратегию кто знает назови 17 плюс игру назвать 17 плюс да ну давай игра 17 плюс военная стратегия для пока 2d графика версия 2 погнали 17 плюс класс что-то на подсказки пропали мне тут были подсказки типа как лучше игру сделать но принципе так понятно деймплей по максимуму движок чуть повыше история квеста такси что значит история квеста такси военная стратегия на хрена там сюжет хороший сюжет иметь ввиду я могу конечно вообще его убрать но хоть чуть-чуть надо тину как это сейчас надо будет наверное рестарт игру потому что чё-то подсказки себе вопрос будет ли новый комп не коп ссори код на я думал что закон ну да будет если меня меня тоже хотел сегодня тоже хотел ответить за какую игру хотя бы вы говорите вообще просто баги дизайн технология и еще исследование исследование вот исследования ты исследуешь новые всяческие технологии дизайн и технологии это то что тебе надо сейчас но для разработки игры чем выше эти два показателя тем лучше естественно но баги это сколько багов в игре они там исправляются потом после завершения игры такой стратегии искусственный интеллект дизайн уровней диалоги на хрен нужны там насчет копы не знаю мне должно нужно было сегодня антошка написать насчет saints row что-то он нифига не написал можно сейчас тоже добавить в конференцию так называемую нет не надо он дотку играет не хочу но нет надо узнать смотри хорошо мы его потом исключим из конференции у него занято у него у него очень важно у него у него турнира турниры по дотке он там бабки заколачивает между прочим миллионы миллионы тысяч долларов так дизайн мира графика звук стратегия зачем давай так сейчас надо будет игру рестарт потому что у меня что-то подсказки пропали все там были подсказки типа куда больше клон делать куда меньше ну благодаря тому что у меня есть сохранение где у меня там очень много всего исследовано скажем так но неплохо 20 дизайна 20 технологий довольно такая хорошая игра должна получиться а шо это у них глянь какие-то желтенькие с них они как ну это кружочки это что-то эти вот дизайн технологии вылетают с них как бы они их типа генерируют а шо это у тебя мистер чейс уровень 3 шо ты за личный уровень персонажа кстати открылся открылся исследование открытый мир 2d графика 3 и 3d графика версии 1 надо 3d графон делать а шо такое графика в 3 что это такое 2d графика и 3d графика тут у каждого вида графики есть свои подуровни то есть версии 1 2 3 ага ну ты можешь сделать террарию давай а чёрт как так 20 20 дизайна было технологий что так 5 какой 5 6 сволочи мы сейчас все мои деньги просрём которые я заработал говно ты сделал понял зря я переехал в новый офис если честно ну ладно а зато у тебя прекрасно что 15 рп у нас нет даже рп что что там у тебя было прекрасно я не понял то типа 4 журнала ставят нам оценки за игры давай 3d график у нас точно 3d графон делать уже кстати давай вонючую стрелялку давай сейчас заделаем сначала наш пацан сделать исследование хорошо создать новую игру неожиданно да ну ка давай игру для для взрослых сделаем например оборотни в погонах экшен можно и в погонах а что что это такое подожди что это за ячейки оборотни что это такое это тематики их тут очень много будет тем начале дается где-то 6 тематик а потом ты их берешь и исследуешь оборотни экшен очень кровавый экшен на пк например а я хотел перезапустить игру подожди сохранить выход она бенди ты сейчас можешь выпускать ну нес вышло уже да ну считай дэнди тут же нет дэнди а чё ты вышел ну потому что у меня подсказки слетели почему-то сейчас опять please wait synchronize steam workshop subscriptions опять что ли вы что задурели это ж было в начале стрима спрашивать но мы новую террарию снимать будем какую новую террария 3.0 класс новый офис надо было переезжать на 10 20к а подожди блин начинается террария террария скоро выйдет когда она через года 2 выйдет наверно да новая террария не знаю так ладно что то я не понял нифига придется опять на на группе переза перескачивать бредка бред какой-то у меня со стимом последнее время творится counter-strike страдает хернёй какой-то непонятной а у тебя мусора на компе сколько шо это за сперматозоид черный все нормально нет не мешай ему крутиться ты сам вращаешь нет это анимация ужасная анимация нормальная для того чтобы позалипать хватит а то есть ты скинул чтобы позалипать ну типа как загрузочка знаешь как в играх сидишь ждешь загрузки и там вот такая как фигня крутится я бы тебе скинул лучше там где змейка собирает кубики как она называлась игра это шейк просто да там змейка змейка у нас а так да на батупа перескачать игру ясно ну вроде как уже все по новой пошло да так такое время пошло что мощные четырехъядерные компы даже не тянут инди игры да бывает такое привет здорово чувак так да 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 будь на рабочим надо отправиться в отпуск иди козлина отдыхай а сколько тебя два рабочие на ну я и один рабочий но пока не надо второго делать надо хотя бы пять миллионов денег накопить надо хотя бы еще один хит сделать и тогда может быть нового рабочего нанимать кстати вот скоро сега выйдет уже сега дженесис тут и называется вена оазис естественно то что кто будет в игре лицензированные марки пихать так давай создать новую игру что этом хотят кровавый экшен да с оборотнями не стоп экшен опять можно создавать те же игры которые были на что за хрень где подсказки все ну ладно насрать может надо загрузиться я чуть не вкуриваю она покажи мне на камп на кампу сейчас мало игр до смысле ну на персональные компьютеры какой еще какой час вот тут тут написано год 5 но грубо говоря можно предположить 85 год ну ка я сейчас наверно загружу свое старое сохранение что я не вкуриваю че за прикол дима и подсказки часа кстати увидишь как мы нахребене сестра с подсказки что слабак что ли я просто и да сейчас будут мне достижения пихать это кстати выглядит вот так вот игра финальном варианте это что такое серьезно сейчас не будете все достижения опять пихать не надо так делать давай я не это комната для раздумий с правой страны миллион достижений кошмар да блин до 100 достижений до хера честно у ск там двойной эндер нет они просто открываются я не знаю почему они по новой открываются мне сохраняется сохранение слетает не сохранение вот они у меня блин сейчас по себе будет 30 достижений мне цвета пихать вас нет ладно я понял загрузить дима и давай кнопочку рейс это навсегда работала не думаю что это поможет может я все-таки подсказки исчезли да ну ладно хрен с ними так на чем остановились а кровавый экшен с оборотнями на пк конечно же самая дешевая разработка движок наш и назовем это пока были только в время только диалоговые всякие игры ну да какие-то типа 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 может быть кровавые там логические все нужно мы но мы можем взять такие бред кровавая 2d игра в экшен с оборотнями так геймплей движок я даже не знаю давай геймплей чуть поменьше движок запасом классный историк выставили на так как класс ну ладно ну допустим что когда будет борда при сиквел не знаю мы еще старухи не прошли полностью сиделся и не прошли всем интереснее при сиквел чем надо хотя бы вторую топить и потом же при сиквелом заниматься дизайн уровня диалоги нафиг в экшене диалоги ну ладно искусственный интеллект экшен ну да надо дизайн уровня так погнали можно понизить дизайн уровней повысить интеллект можно все что не сделано зачем тут же вот смотри видишь вот это вот внизу шкала сейчас я показываю ну вот это вот внизу шкала в принципе она вот и определяет сколько внимания будет уделено тому либо иному спекту я даже все на минимум поставлю все равно будет все одинаковое понимаешь а то есть если поставлю все по максимуму тоже будет самое тогда как бы надо просто варьировать это хрень баланс баланс до сидела так графон в экшене нужен звук в экшене нужен дизайн мира в экшене не нужен погнали ну да дизайн не нужен конечно то нафиг надо так сми дать интервью давай интервью жака тут 10 именно варианты какие-то выбирать типа я хочу то рассказать про игру я хочу это так хотят более взрослые содержание а это из-за того что я делаю игру для взрослых понятно так ажиотаж вокруг игры 14 уже неплохо ажиотаж поможет продаться игре хорошо тут можно всякие компании рекламные запускать в магазинах всякие там давать копии с играми демо версии типа так далее журналы всякие кстати че у нас там sega вышла уже лечили какой интересный наркоман придумал игры делать о играх greenhard games вот эти два чувака сделали эту игру а две же игры такие ну вторая gamers go makers то она более глубокая там ты чуть ли не выбираешь что там там очень популярные нет вот эти которые еще собирают ну да особенно геймдэв тайкун когда вышла она просто офигенная стала кослы по по какой-то популярности так чувак в отпуск нет тренировки надо исследование рп мало у нас вот открытый мир давай сделаем будет рпг хорошая отзывы о нашей игре кровь 3 3 3 плюсика 3 просто 3 всем так себе пока что держусь на плаву но не туда не туда не иду то есть не плюс не в минус 7 ровно 7 ладно как знаете о прекрасно сделай игру эленс ворбритерн класс считывая что он только вышло ты чё 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 давай как-нибудь название как не сделал интересно как здесь сделан по названию он что-то там про проверяет название чего игр каких-то да да как как работает это вот вся игра мне интересно каждым звание название они проверяют он проверяет и только те пункты которые ты выбрал и но процессе создания все на название игр он никак не влияет он может только влиять на некоторые названия которые тут есть постеры вот можно по ним ориентироваться какие игры нужно как назвать чтобы получить ачивку то типа как скрытая хрень а так собственно игру новой запасы иди игру для всех 1 1 стратегии 2x ком запасы она для карате будет ты что x-com хотя да рановато для x-com а он там каком 95 году вышел он насрать x-com не обзывай так игра 13 x-com враг в заднице вот так вот назовем игру сто процентов ее купят все 2d что x-com враг в заднице ты что лучшее название для него 3d мисс но не знаю сейчас x-com который у меня на канале прохождение идет точнее x-com а он 3d-шный же ну хотя сейчас там какой 80 какой-то год так что да только 2d так история костя нафиг геймплей максимум движок тебя говорят minecraft сделай сейчас сделаю это человеку повезло вообще ночь как это по этой игре вышел но то просто как-то невероятный ажиотаж набрала игра и все просто у детей не было кубика в детстве вот и все в детстве никто в лего не играл кошмар на самом деле я думаю что просто нас на довольно таки все таки требовательна minecraft конечно но учитывая то что она там очень много думает просчитывается к их рейне так далее то возможно да но все равно можно было гарантий скорость и и сделать можно было и не на джаве делать просто под каким-то там движком другим я не знаю мы там все увидишь на оперативки основе на снова оперативка и процессор там думать только видеокарта вообще не загружается вот если бы они сделали хотя бы еще распределение на видеокарту мы не знаем как работает поэтому возможно раньше эту игру просто невозможно было сделать ну или она была по крайней мере ограничена размером можно возможно так дизайн и технологии пока что нормально идут у нас 20 веков все люди хотели чтобы выгрем в играх можно было что-то разрушать но в баттлфилдах можно разрушать всякую херню но не все но не прям все вот я помню какая-то игра была где можно было даже воронки делать и продолбаться воронки дыркин блин я не помню какой-то был я вон игра старенькая шутер какой-то был я помню такой шутер новый рекорд икс ком враг в заднице оценки ну-ка 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 10 из 10 я все говорил xcom все любят но я же еще не это лой стратегия отличное сочетание лучшее в своем роде че там дальше 10 ах 9 поставил выдающаяся игра я вижу это запознание поэтому почти идеально высок атомки запознание секунд 5 сейчас вот почти идеально вышло ну понятно секунд пять где то я сервер поменял с российского на германский так что пару секунд и то к задержке прибавилось почему потому что на российском сервере почему-то у меня это дропов очень много было я поменял сервер и нормально стало сейчас дропов и минякин 7 я стримлю с Пам-пам-пам. Вот такой вот прикол. Я думал, наоборот, чем ближе сервер, тем, типа, меньше дропов и лагов будет. А вот как получается. Надо экспериментировать. Так, босс, кажется, что довольно много игроков используют пиратские копии XCOM, ах вы сволочи. Мне удалось выявить некоторых из них, мы можем предъявить им иск в суд, чтобы... Ой, да какой суд? Вы что, разбираться? Давайте просто им предупреждение вышли. Не, давайте, знаешь, что сделаем. Сделаем её бесплатной. А, неожиданно. Сделай Steam. Ты Steam можешь сделать? Да, здесь можно будет сделать типа Steam хрень, которая, ну, будет продавать игры через интернет-магазин типа того. Ну, ладно, сделай что-нибудь. Так, другая незабываемая игра, игрушки Incorporated, была выпущена. Редко дается игра, в которой и понятно. А почему Рей ранг 11? Она ж лучшая в своем роде. Ну, ладно. Пойду видишь, что ли? Пиратство становится все больше проблем в индустрии никакой компании. Я спрашиваю, это какие-то игры, вон. Что? Видел новую игру Носгорд? Нет, не видел. И следующая. Pay to win? Что Pay to win? Я не знаю. Это к Носгорду или к чему еще? Press Shift. Pay to win. Ладно. Что там, я хотел сделать? Ага, отчет. Ну, исследование надо пасать. 2D графика не надо. Вот простые кат-сцены и улучшные диалоги надо будет сделать. И надо будет уже сейчас третьего чувака нанимать. Так, демо-версия. Давай 100 тысяч потратим на поиск какого-то пацана. Нам нужен уже третий чувак. Можно будет уже в скором времени средние игры делать. А там надо будет уже минимум 3 человека, чтобы их делали. Так, звук важен для XCOM. Ах, вы сволочи. А я не знал. Это же НЛО. Какие могут быть звуки у НЛО, да? Так, наняли еще одного чувака, точнее бабу какую-то. Ну, не важно. Чего она такая галимая? Лянь, у нее полосочка. У нее, глянь, не критические дни. Лянь, у нее красная полосочка. Нет, это ее состояние. Оно когда, ну... Типа ей хереново? Либо настроение, либо как-то так, я не знаю. А чего она такая галимая? Ну, потому что ты его только нанял. И тем более, смотри, когда ты только нового сотрудника нанимаешь, у твоих старых сотрудников тоже понижается эта полосочка. Надо подождать время, пока они типа друг к другу привыкнут. И все в таком духе. Потом познакомиться, я не знаю, что они там еще делают. А что, бабу добавил пацанам, должно все хорошо быть. Так, надо новые тематики исследовать. Взлом, давай взлом. Создадим вора. Неплохо, думаю, получится. Так, а ты давай иди на тренировку просто так. Побегай, пару кружков вокруг офиса. Да ладно, шучу. Просто тренировка. Так, работа по контракту, это все интересно, но пока нам это не надо. Хотя можно будет сейчас одну сделать. Получить очки исследования и там денег немного. Ну, хотя с деньгами у нас проблем нет. Говорят, баба твоя темная. Какая была? Что у нас там? Фон игры, давай фон игры сделаем. Тут рисовать можно? Нет, ну это просто делаешь заказы, типа. Недавно появилась ярко выраженная мода к жанру стратегия. Господи Иисусе, быстро, быстро делайте заказ этой сраной фон игры, мы делаем стратегию. Все. Спасибо, до свидания. Снегом кружочки сыпятся вовсю. Я вижу, создать новую игру быстро, тематику, я этого долго ждал, военная, стратегия. Да, нахрен ты стратегии влюбаешь? Потому что они классные, потому что я люблю стратегии. И сегодня я Грейгу записал видео, смотрите все видео по Грейгу. Так, и мы создадим, конечно же, первый Red Alert. Там отлично, военная стратегия, что может быть лучше? Правда, движок бы нам получил. Что это, игрушки, инжин, воен... Инкорпорейтед. А что это такое? А, игрушки, инжин, это движок, который я назвал. Я назвал свою компанию... Военная стратегия, ПК. Как ты видишь, я назвал свою компанию игрушки, инкорпорейтед. А ПК, это что? Я понять не могу, что за названия такие странные. А потому что тут разработчики этой игры, Green Heart Games, чтобы не возиться с авторскими правами на всяческие там Комодоры, Atari, Nintendo. И так далее. Просто, чтобы не использовать в своей игре названия консолей, вот этих вот трейдмарк, они решили просто исковеркать названия, как бы придумать свои названия. И это называют поэтому не PlayStation, а Play System и так далее. Нет, я не за это говорю. А за что? Ладно, не важно. Так, военная стратегия, геймплей, на максимуме должен быть движок, вот так чуть-чуть, история квеста, в принципе так же. Я же вроде стратегию только что делал, да? Да. Черт. РПГ больше, все равно РПГ гораздо больше, чем стратегии. Хотя, я знаю, но в 90-х годах рулили стратегии, очень хорошо тоже рулили. РПГ тоже. Или РПГ стратегии. РПГ стратегии. РПГ стратегии. Кстати, такие тоже были. Спеллфорс играл, если. Нет. Там у тебя был персонаж, ты его мог качать, и мобов там убивать всяких. И у тебя были строители, которые ты можешь, которые ты мог давать задания, типа строить здания всякие. И там, ух ты, там казармы строить, и солдат нанимать себе в помощь. Да, 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 да. Давай героев, героев делай. Подожди. Считай, втыкаю. Искусственный интеллект на максимум, дизайн уровня, вот так, сущность, геология. Рауна какое-то. Ай, игра. Паналь полный. Это ты ответил на вопрос, да? Ну, не знаю, как по-моему, прикольная игра. Как раз так вечерком посидеть, повтыкать. Так. Графика? Ну, хотя зачем? Делай дизайн больше. И звука, графику. Давай вот так вот, всего по-средненькому. В принципе, графика в стратегиях тоже не особо важна. Да, конечно, вообще не надо. Не, надо, но не особо надо на неё возлагать больших надежд. Новая консоль выходит. Ещё одна NES? А, Super NES. А, я помню. Была такая. Скоро Nintendo 64 выйдет. Ну, тубишь, TES 64. Так, давай, давай. То есть Sega? Не, Sega уже есть. Надо бы, кстати, на неё сделать игру какую-нибудь. Да, сделать, ты её стратегии крепаешь. Почему бы, нет? Должна быть разноплавная организация, а ты на одной всю... Я знаю. Ты на ПК шлёпаешь. Потому что ПК самый дешёвый в разработке. А, боже, нет, Red Alert 8. Почему так всё плохо? Это же Red Alert. А, нет, вот, девятка, девятка. Нет, всё нормально. Выдающаяся игра, видишь? Сейчас пятёрка будет, смотри. Десятка. Чёрт. Пятёрку хочу, давай идём пятёрку. Нет. Сколько? 8, 9, 10, 9. Нормально. Это ж популярный жанр сейчас, ты что, издеваешься? Так, исследования. Чё у нас там? 2D-график и версия 3. Да нафиг надо. Транспорт. Не надо транспорт. Тюрьма. Тематику тюрьмы давай исследуем. Не надо. А другие тематики не можешь сделать? Мировой дизайн для пиратов. Ну там, они открываются по мере исследования других тематик. Они тут рандомно открываются, можно так сказать. Так, ну пока денег у нас нормально, 4 миллиона. Сейчас надо будет сделать какую-то РПГшку, наверное. Тюрьма. Лол, когда я начинал играть в Red Alert, и понятия не имел, с кем я был. NPC в этой игре так невероятно убедительный, что я поймал себя на том, что хочу с ними время от времени поговорить. Что? Какие NPC в стратегии? Я вас умоляю. Ты хотел поговорить с танком? Или с изданием, которое добывает ресурсы. Что? Ой, боже. Так, сейчас чувак мой подкачается немного, стероидов поезд. Удалить его. Так, все. Давай делать новую игру. Давай, на Севу давай сделаем. Я думаю, какую тематику и какой жанр? РПГшку западать? Законы? История военная. Что там еще? Подойди, подойди, подойди. Сейчас, я назад вернул. Закон, история, военная, хирургия, средневековье, супергерои, НЛО, взлом. Ну давай супергероя, конечно. Ну я уже делал супергероя. Ну что, давай супергероя. Экшен. Или казуалку. Не, конечно, давай экшен. Экшен. Ну как, ну да, давай супергерои и там стратегия. Это ж так интересно на супергероя смотреть. Ну не знаю, такие и есть. Ну, все равно, а много года. Так, как назвать ее? Супер экшен. Я уже назвал одну игру супергеройскую, Человек-Лень. Мне особо понравилось. Ну-ка, что там ребята в чате скажут, как назвать игру? Соник. Соник, супергеройская. Тебе грустно и одиноко, поговори с танком. Ну да. Ну давай Соник. Супергеройский экшен. Ну хотя Соник это аркада, но не важно. С чем тут? Соник. Ладно, пусть будет Соник. Супергеройский экшен. Он будет шипами бегать и наконец-то убивать всех. Там кровь, кишки и все в таком духе. Класс. Так, обучение, сохранение. Соник, на самом деле, да. Скорость звука, по-моему, если не ошибаюсь. Соник это, ну да, сверхзвуковая. Нет, это суперсоник. Звук и... Скорость звука. Какой-то там. Да, сверхзвука. Профи собрались. Так, что пойдет. Так, геймплей в экшене должен быть максимальным. Движок тоже. История квеста. Чуть-чуть побольше, наверное. Хотя нет, движок можно опустить немного. И квесты чуть больше сделать. Хотя в экшене. Супергеройском. Это ж... Можно сказать, клюква на клюкве будет. Ну ладно. Искусственный интеллект можно чуть понизить. Ты куда его, кстати, пропородай-то. Что? На что, на что, на какую? На... Сегу? Да, на Сегу сейчас сделаем. Диалоги вообще убрать. Еще меньше сделать диалоги. Это нормально. Как твою кошку зовут? Очень интересный вопрос. Твою или мою? Твою. Мою, мою зовут кошку Люси. Так, рта литра продалась. Ого, хорошо так пошло. Так, звук, графика, дизайн мира. Ммм, дизайн мира должен быть максимальный. Ты что? Там уже в Сонике, помню, разнообразные локации были очень классные. Графика тоже классная. И звук. Да блин, тут все надо. Музыка запоминающаяся была в Сонике. Все звуки, вот эти подборы колечек, там, прыжка. Ну все на среднее делать. Тогда надо все на среднее делать. Графика только, наверное, чуть повыше. Просто там реально все было вот это вот хорошо сделано. Так, сейчас надо будет новый движок уже делать. У нас там всякие технологии появились новые. Там типа открытый мир и так далее. Где? Ну, я же исследовал технологии. Кстати, сейчас будет технологии 30, наверное. Если подкинут еще, да. И дизайн 30-ку. Молодцом. 30 дизайна, 30 технологий. Новые рекорды. Хорошо. Так, 2D графика прокачалась еще. А что, баги пропали? Ну, они же правят баги. Некоторые преданные фанаты игры Warmaster создают фанатскую игру. Да пусть создают мне, то что. Так, ты в отпуск давай, а ты давай ничего не делай. А ты давай генерацию отчета делай на Соника. А ну-ка, отзывы Соника! Что? Сем? Серьезно? Сделали, блин, супергеройскую хрень для Сеги. Сем? Серьезно? Это ж Соник! Вы что? Кто не любит игры про Соника? Ну, старые имеется в виду. Новые некоторые говняные. А все старые были классные. А вот, СМИ гудят оттуда. От последних новостей с Entertainment Conference этого года. Бла-бла-бла. Сони представил прототип консоли под названием PlaySystem. Он там был, да. Они Сони с NES хотели договориться сделать совместную консоль. Сони тоже пишут, что игра одной. Я с ним солидарен. Ну, игра про Соника, да? Я не знаю, наверное, про все в общем. Победитель, как ты придумал свой ник? Время офигенных историй. Ну, очень сложная история. Когда ты играешь там в RPG или... Я не знаю. В любые игры, да. И тебе говорят там... О, повелитель, сходите туда-то и принесите грибочек. Просто обращение классно. Лучший квест, да? Ну да. Так, исследования давай. Блин, нафиг мне эта графика. Хоррор! О! Я предчувствую уже, что у нас назревает. Так, сейчас пацан сделает хоррор, мы будем делать новый движок. Так, да-да-да. Благодарю вас за то, что вы не согласились. Это все интересно. Игрушки, инкорпорейты, лучшая компания в мире. Я так подумал, сейчас чай пойду пить. Иди. Сколько стрим, кстати, идет? Полтора часа где-то уже? Да, полтора часа ровно. Resident Evil. Можно будет Resident Evil сделать, кстати, да. Или там этот, Alone in the Dark. Так, создать новый движок, давай. 3D графика, во-первых. Все, 2D графика в прошлом. Так, простые катсцены, улучшенный пользовательский опыт, не знаю, что это такое. Улучшенные диалоги, редактор уровня, открытый мир. Ну и пока монозвук. Никогда не любил в играх диалоги. Почему? А Dragon Age? Игра про диалоги, грубо говоря. Нет, Dragon Age не нравился этим. Слишком там они дурацкие диалоги были. Вот в Готике диалоги довольно-таки интересные были. Там как бы не диалог... Не люблю диалоги, но в Готике диалоги довольно интересные. Смотри, ты просто спрашиваешь и получаешь ответ. Ну то есть ты просто получаешь информацию за счет этого. А там трёп бесконечный. Ну блин, там где-то 60% всего Dragon Age состоит из трёпа. Из трёпа, да. Глупого трёпа. Ну в принципе не всегда глупый. А там просто получаешь информацию. Ты можешь... Не обязательно то есть ты можешь интересоваться. Не, смотри, в Dragon Age тоже не обязательно всякой хернёй интересоваться. Ты можешь просто жать далее, далее типа того. И всё, и продвигаться дальше по сюжету. Это, ну как бы... Там трёпа очень много, но он не обязателен. Так, движок новый готов. Кстати. Отправить в отпуск. Иди в отпуск, поэтому... Путешествие во времени. О, забацаем это, назад в будущее игру. Почему бы и нет? Не знаю, да игра про, кстати, путешествие во времени. А есть игра про назад в будущее. Есть, да? Да. Как раз по фильму сделано. Так. Давай новую игру бацать. Обычную пока среднюю. Или можешь среднюю попробовать? Среднюю давай. Давай среднюю попробуем сделать. Не, игру большую пока ещё не можем делать. Так. Хоррор. Хоррор экшен. Давай Resident Evil забасаем. На... На Сегу. Хоррор экшен. Ну а что? Хоррор симулятор? Хоррор стратегия? Хоррор казуальное? Не. Хоррор приключения? Не, хоррор экшены. Resident Evil это ж хоррор экшен. Хорошо экшен. Дальше, да. Платформы. Nintendo. Nintendo? Nintendo. Я думаю, блин. На ПК дёшево разрабатывать, но там доля на рынке 16%. На Game Boy можно сделать, блин. Ну это я не знаю. Это карманная консоль. NS, Sega 15. Можно просто на ПК сделать. У него 16% доля на рынке. Нормально. Давай. На ПК давай. Хоррор на ПК. Resident Evil. Resident Evil. Как он там? 3D графика, кстати, уже. И, кстати, она подойдёт как раз таки. В первом Resident Evil уже была 3D графика, но, как я тебе уже помню, говорил, там только персонажи и предметы были 3D-шные. А остальное всё было 2D-шное, то есть как бы нарисованное. Да только в третьем Resident Evil полностью 3D окружение сделали. Так, начинаются простые кат-сцены. Вот сейчас мы будем денег до хера убивать. Так, думаем. Геймплей в экшене, да, нужен. Но чуть-чуть поменьше. Движок тоже хороший. История квеста и хоррор-экшен. Вообще не надо. Не думаю, что он там нужен. Ну, чуть-чуть оставим. Твоё чуть-чуть, что-то как стандартно идёт. Я бы там писюльку оставлял вообще. Ну, вот я писюльку оставил. Или эту писюльку это вообще вот так вот оставить? Ещё меньше. Ну, вот так вот. Ещё меньше нельзя. Так, я, наверное, накинусь на геймплей всеми силами. Он сейчас в средней игре, когда разрабатываешь, ты уже распределяешь обязанности. Так, технологии. Давай, чувака, на движок. Раз у него технологии хорошие. Точно так же и распространяй. Сейчас. Ну, а ты давай на сюда. Дальше. Давай, делаем среднюю игру. Вот тут нам нужны оценки. Ой, оценки. Дизайн технологии где-то уже почти по тридцатку. Что-то вижу, наши лентяи как-то не особо хотят это делать. Хотя нет, на первом этапе по 11 очков нормально. Так, улучшенные диалоги, редактор уровней. Искусственный интеллект. В хоррор-экшене? Ну, не думаю. Диалоги тоже не думаю. Дизайн уровней. Ну, вот пусть будет дизайн уровней. Так, 100% я загружен. Затем ты на диалоги, ты на искусственный интеллект. Хорошо. Ну? О, пошли шарики. Рахиты днуи. Так, реально Рахиты, только мой персонаж думает, что надо делать с игрой. Так, кстати, да, открытый мир. Там был открытый мир в Resident Evil. Да зачем открытый? Он был открытый. В хорроре открытый, ну не знаю. Ну да. Обычно они все дуннальные. Ну, обычно все норрисы. Тем более старые. Тем более старые. Не знаю, первый Resident Evil был с открытым миром. Но там мир был как? Там был один дом, в котором ты перемещался свободно. И все, в этом было открытым миром. Ну и что? Не забывай, мы в 80-х годах. Какой нафиг? Ну вот я в Скримере, зачем тебе открытый мир? Вот я тебе и говорю. Потому что у меня есть деньги, потому что я могу это сделать. Ну, получишь, гамня. Так, звук нужен хороший для хорроров. Графика. Звук на громкене, да. Ну там скримеры и всякая другая херня. Так, давай ты на звук. Ты на графику. А ты еще на дизайн мира. Давай. Э? Давай как-то вот так, чтобы вы были по 100% загружены. График. Ну, давай. Все, ладно. 100%. Все по 100% загружены. Нормально. Там будет небольшой бонус за это. Просто если их перегружать, скажем так, то меньше очков они генерируют. Вообще-то как-то слабенько. 23, 27, 25. Ну почти до 30 дотянули. Технология 29, дизайн 25. Ну сейчас, может, еще... Да, технологии подкинули. И еще. И еще. И еще. А где технологии кидает? Ладно, давай. 25 на 30. Неплохо. Новый рекорд по технологиям. 3D графика, новый уровень. Быстро. Так, развитие персонажа, улучшенный искусственный интеллект. Да, он тебе юмористические этики кидает, можешь посчитать. Что, истории? Да. Обычно, как я всегда отвечаю. Что? К чему это? Создай Alien Isolation. Нет. А тем временем было 9 человек. Ну, было, да. Можно Evil Within сделать. Ну, там нет хоррора. Тоже просто экшен. Да хотя, если так подумать, то в Resident Evil тоже не было хоррора. Давай, давай. Где там генерация отчета? Там ты дальше не почитал. Да, я не буду читать то. О, Resident Evil какой-то говняный вышел. Скучно. Я ж тебе сказал, а ты давай. Что я тебе сказал? Открытый мир, открытый мир. Я тебе сказал, что говно получишь. Притом. Местами весело. Потому что от мест до хера. Ни рыба, ни мясо. Ну, говно ты сделал, понял? Ну, нормально. Поэтому надо и indie игры делать. Поэтому не надо было открытый мир делать. Поэтому надо делать развитие персонажа, но у нас нет очков исследований. Уволить. Давай, еще очки исследований. Молодец. Исследования, развитие персонажа. Улучшенные ИИ. Надо сейчас, короче, сделать это. Blizzard сразу хорошие игры делал. Говно не делал. А ты делаешь. Ну, то Blizzard было. А у меня игрушки инкорпорейты. Все нормально. Ты только на название посмотри. Сразу поймешь, какие игры мы делаем. 10 из 10 просто игры. Игры столетия. Так, давайте, ребята, тогда сделаем новую игру. А в инди пока что за среднюю дофига денег уходит. А, люди уходят. Уже 7 человек. А-за-за-за-за. Насчет чего? А, на стриме? Да. Это ты, что ли, вышел со стрима? Я могу. Так. Да скучно он. Для стрима. Если ты показывал разные варианты хотя бы разработок игры. То есть, помимо... Day of the Tycoon, или как называется эта игра. А что тебе еще тут показывать? Ну, какая? Ты же говоришь, что еще несколько таких выходил. Gamers Go Makers есть еще. Ну, ты его бы еще показал. Ну, потом покажу. Ну, и хватит. Тем более, у меня на канале есть видео по Gamers Go Makers. Класс. Каким-то в Tycoon только одна запись стрима была. Скачем. Вот будет вторая. Все, скачаю. Короче, давай средневековый... Средневековый RPG. Ну, это стандартно. На ПК. Ну, это стандартно просто. Давай ее назовем... Средневековый RPG на ПК. Ну, Fallout. Ну, можешь, но средневековый Fallout, я думаю, не подойдет. Ну, да, там после апокалипсиса. Стою, начал опять играть. Надо будет пройти вторую часть. Во вторую? Да. Первую прошел с удовольствием. Молодец. Назовем игру... Меч и магия. Как можно трешак сделать на 10 из 10? Я понять не могу. Вот так. Сейчас же так делают. Легко. Я не понимаю. Ubisoft делает трешак. Тут же Assassin's Creed Unity. Говно говном выпустили. Я его много людей купил, и нормально. Так тут же те оценки, получается, не люди ставят, а журналы. Ну, типа да. Ну, ты бабки можешь заработать. Но тут бабки, я так понимаю, идут за оценки. Ну, то есть, чем выше оценка, тем больше продаж будет. Ну, видишь, тут не логично. Хоть и трешак-то и продается, но... Ну, да. За него трешак от слова мусор, как бы, я не знаю, что ты... Как ты оценки, наверное, на трешак получишь. История квеста. Так, RPG, а тут надо в историю квеста хорошо вкладываться. Геймплей тоже. Геймплей, не знаю. Так, движок поменьше, наверное, надо. Движок. Кому нужен тот движок? Пусть будут веселые баги. Как в Скайриме, на лошади можно на скалу забраться. Нормально. По-моему, уже избавились от этого. Да, ну, блин, жалко. Вы работаете на одной игре, хотите дать интервью? Давай. Какие ваши ожидания относительно успеха? Ха-ха! Это лучшая игра будет в столетие. Чёрт, на самом деле нет. А почему же? Так, ну, искусственный интеллект в RPG. Максимальный. На средненький. Чего это? Хотя в RPG. Хотя в RPG. Не, ну, смотря какие, смотря какие RPG, да. Интеллект можно и высокий сделать. Дизайн уровней. Ну, практически максимальный. Диалоги сделаем максимальные. Хотя нет, давай диалоги. Интеллект повысится. Ну, я не знаю. Пусть как-то так будет. По серединке, ну, понятно. Всё нормально. Золотая середина. Тоже, как багов накидали. Ажиотаж 58, кстати, неплохо. Так, открытый мир. Ну, уже в RPG надо открытый мир делать. Ну, в RPG разный будет. Дизайн мира. Вот дизайн мира давай на максимум. Графика такси. Звук тоже чуть поменьше. Да, на звук дан в RPG. На средний уровень поставим. Вот графику чуть выше среднего. Ну, дизайн мира должно быть. То есть, должно быть разнообразные локации. Тебе должно было... Должно быть интересно бегать по локациям. Графика в RPG вообще... Ну, ладно. Это нормально, нормально. В RPG графика вообще не надо. Не, нормально. Дизайн 33, технологии 30 сейчас будет. Это для инди-игры очень много даже. Ну, на данном этапе. Все. 34 на 31. Игровая выставка, кстати. Скоро выставка Е3 будет. Это какой уже год? 18 год. Опа. Рекорд. По дизайну. Так, кто-то у нас тут прокачался. Мультиплеер, кстати, уже завезли. Ну... Надо исследовать. Мультиплеер только ты сможешь юзать в RPG. Дикий Запад. Дикий Запад. Сансын Трайдерс. На Сеге была офигенная игра про Дикий Запад. Так, продажи игры Resident Evil завершились. Нам принесла эта игра 666 тысяч долларов. Ну, ладно. Злая игра. Да, очень злая. Так, Смортед Мэджик. Что там? Десяти с десяти? Ну, конечно, десяти с десяти. Со мной же сидит человек, который RPG любит больше, чем меня. Слава богу. Ну, как-то не особо хотят эйценки хорошие ставить. 9, 7, 8. 7. Что за говно? Хорошо так начали. 9. Так плохо закончили. Средняя эйценка, наверное, где-то 8 будет. В RPG, говорю, не надо ставить красивые миры. В RPG. Не, ну там должны быть разнообразные локации хорошие. Ну и что? Зачем тебе разнообразные локации и графон? Недавно в эксклюзивном интервью какой-то дебил из игрушки Инкорпорейта сделал очень смелое замечание об их процессе разработки игры, прогнозируя, что все получится просто шикарно. Теперь, когда игра в продаже сходится во мнении, что вот этот человек остановился на том, что игра получила очень что? Google Translate? В целом это оказало положительное влияние на продажу. О, отлично. Нам продажи сейчас нужны. То есть что-то как-то мы не сдвигаемся из этой мертвой точки 3 миллиона. Движок не очень важен для RPG, ну вот я так в принципе и думал. Я тебе и говорил. А движок это что? Это все. За движок отвечает графон. Так, давай Дикий Запад экшен. Sunset Riders сделаем. Я пошел чай пить, ну тебя. Иди. Присуживайся, повелитель, и дело говорит. Они тоже, наверное, за чай имеют. Сделай трешак на 10 из 10. Уже сделал. Тут все куплено, журналы попросту должны 10 ставить. Так как они боты. Так, ладно. Короче, иди делай чай, я тут пока буду делать Sunset Riders. Или как она называлась эта игра, я уже точно не помню. Вроде Sunset Riders. Ой, какие истории квеста? Вы что в экшене? Я вас умоляю, геймплей, движок. Даже геймплей поменьше. Там, беги да стреляй. Так, сохранение нафиг надо. Обучение нафиг надо. Катсцены нафиг надо. Чисто такую спинно-мозговую игру сделаем сейчас. Что-то как-то вижу говняное, еще получится. Хотя они технологии хорошо подкинули. Так, редактуру уровней нафиг. Искусственный интеллект. Давай так. Дизайн уровней так. Диалоги нафиг надо. Вот искусственный интеллект и дизайн уровней. Это будет игра года просто сейчас. Какая же технологичная сейчас получится. Так. Графика. Ну пусть будет графика и звук хороший. А дизайн так себе. Погнали. Технологии вообще отличные сейчас будут. Дизайн так себе. Так, кстати, да. Можем на E3 отправиться. Купить небольшой стенд, средний и большой. Ну, давайте маленький пока стенд купим. А то у нас как-то с деньгами не особо хорошо. Мы все на тех же трех миллионах сидим. Надо же вперед двигаться по деньгам. Так, 776 тысяч нам принесла игра. Sworded Magic. Давайте еще в дизайн один. Дентяи. Ладно. Но по технологиям новый рекорд. Кстати, дизайн мира прокачался и звук. Неплохо. Так, смена дня и ночи, стереозвук. Хорошо. Давай отчет и давай исследование сразу новое. Стереозвук, кстати, нам нужен. Ну ладно. Еще надо 10 очков исследований. Да как так? Это же Sunset Riders, пацаны. Что не так? Можно было лучше, а? Сделай GTA на ПК. Middle Earth, Shadow of Mordor. Как насчет сделать Saints Row 1 на ПК? Эксклюзив. Overlord уже предлагали. Да, было, я помню, Overlord. Да я бы уже и делал, кажется. Так, выставка, кстати, E3. Когда тут называется G3. Ну, какая разница. Неплохо. Почти 50 тысяч человек подошло к нашему стенду. Так, систему безопасности давай прокачаем. Нам бы компы прокачать. А то они у нас до сих пор древние. Платформа отлично. Хорошо. Так, а теперь надо все-таки забацать стратегию. Я просто желаю сделать хорошую 3D-стратегию. И это будет, конечно же, Red Aller 2. Так, 3D-графика. Ну, хотя в Red Aller 2-ом не было 3D-графики. Там была изометрия. Кстати, вот у нас Сонька. Здрасте. Вот так вот она выглядит в этой игре. Play System. История квеста в Red Aller 2. Ну, чуть-чуть давай сделаем так. И после этой оценки тоже. Сохранение. Обучение. Так, геймплей. И движок чуть-чуть скинем. Давай, это должна быть лучшая стратегия. Но почему-то наши лентяи не хотят ее делать. Так, редактор уровней. Тоже неплохо подойдет. Так, искусственный интеллект максимум. Чуть-чуть диалогов. Вот так вот давай. Там же все-таки были видеоролики прикольные. По крайней мере, во второй. В первой они были какие-то суховатые. Во второй они там были вообще прям прикольные. Клюква на клюкве прям. Так, звук. Ну, где-то так. Графика. Дизайн не особо нужен. Да, вот так вот и оставляем. Не, неплохая вроде должна быть игра. Дизайн и технологии сейчас хорошие должны быть на уровне. Давай. Еще дизайна подкиньте. Ну. Дизайн подкиньте. Вот, спасибо. 30 на 34. Должно быть неплохо. Так, ты давай иди. В отпуск ты давай. Отчет делай. Ну-ка. Где мои 10 из 10? Ну. Почти. Ладно. Семерка тоже неплохо. Делаем кинцо. Миллион способов потерять голову. Зай хроники валькирий. Да. Технологии, технологии. Так, давай, смена. Не, стирозвук. Нам звук нужен. Так, нет новых идеи, но это понятно. Давайте я работаю по контракту. Маленькую такую. О, дизайн персонажа. Нам нужно исследование. Хотя бы сейчас 15 очков надо насобирать. Ну. Что вы тупите, давайте. Нам еще сейчас деньги снимут за то, чтобы мы не выполнили этот контракт. Хорошо. Так, что там нам надо для исследования смены дня и ночи? Да, 15 РП. Поэтому давайте еще. Работу по контракту. Простенькие такие. Повыполняем пока что. Блин, не знаю. Что-то они хотят нам делать эти очки исследований. Нам не деньги нужны, а исследования. Давай, еще чуть-чуть. Да вы издеваетесь. Давай попробуем такой контракт сделать. Футуристическое приложение. Так, нормально. Очки исследований есть. Так, теперь ты давай делай исследование смены дня и ночи. Ты давай подкачаешься. Дизайн для пиратов. Ну и все. И ждем пока что. Сейчас наш главный герой немножко поднимет свои навыки. И будем делать еще какую-нибудь игру. Нанять может еще одного человека. Нет, сейчас сделаем игру и потом наймем еще одного человека. Так. Давайте симулятор взлома сделаем. Сделаем вора. На плейсистем. 200 тысяч. Давай. Деньги есть. Сделаем вора первого. Там, конечно, не совсем симулятор взломов был, но все же. Поиграю в игру Tales from Borderlands с повелителем. Зачем? Она одиночная, там нет кооператива. Предложите какую-нибудь игру интересную. Блин, Грейгу скачай. Офигенная стратегия вышла. Последние два или сколько там дней. Скачай Грейгу и поиграй. Так. Давайте история квеста чуть-чуть оставим. Движок. Геймплей. Ну геймплей там, ну не знаю. Симулятор. Движок должен быть хороший в симуляторе. Вот так вот геймплей. Попробуем сделать вора. Может получится. А потом надо будет забасать по-хорошему. Экшн какой-нибудь для Соньки первой. Диалоги. Искусственный интеллект нужен, да. Дизайн уровней нафиг. Диалоги улучшенные нафиг. Вот так давай. Ажиотаж поднялся. Интересно из-за чего. Открытый мир. Ну в воре был открытый мир. Ну нафиг надо. Графика, да. Звук, да. Дизайн мира чуть-чуть оставим. Так. Смотрим, что у нас получится с вором. Так. Неплохо. Ну. Новый рекорд, кстати. Мы просто по технологиям вперед ломимся. Только что-то как-то незаметно это в том плане, что... Ой-ой-ой. 3D графика. Срочно надо делать 3D графику. Кстати, вы посмотрите. Неплохие оценки. Восьмерочка. Сейчас даже денег немного... Ну вот умеет кто-то поднасрать один, да. Все ставят хорошие оценки. И какие-то идиоты ставят плохие. Ладно, что там надо для 3D графики. 40. Давайте тогда контракты делать. Так. Словка компьютеров. Очень сложный контракт. Так. Хорошо. Я понял. Надо мне 40... Давайте обычный стенд. 40 очков исследований. Найти работу по контракту. Тестирование игры. Очень сложно. Где мои исследования? Блин, надо еще 8 очков исследований где-то намутить. Чтобы сделать новый движок хороший. Давайте попробуем веб-сайт. Даже если провалим, ничего страшного. Нам нужны очки исследований. Так. Выставка. Кто же... Сколько же людей теперь к нам придет? Было почти 50 тысяч, я помню. Ну а теперь 55. Немного лучше. Но где мои очки исследований? Понятно. Давайте еще 5 очков. Ну 3. Да вы сниваетесь. Давайте еще 3 очка исследований. Ребят. Постарайтесь. Так. Вор принес нам 670 тысяч. Неплохо. Ну. Ну и счет. Серьезно. Ну ладно. Давайте. Попробуем. Хотя вряд ли мы успеем. Но нам... Вот очки исследований. Хорошо. Давай. Ты в отпуск. Ты... Так. Да. Мы не успели контракт. Но пофиг. Нам главное сейчас исследовать 3D графику. И сейчас сделать новый движок. Так. Экшен очень популярен. Ох черт. Некогда нам новый движок делать. Давайте экшен игру сделаем. Потом движок. Давай. Дай. Ну. Отлично. Создать новую игру. Военный экшен. Блин. Бофиг. На PlayStation. Call of Duty. Господи. Прости меня за то, что я это делаю. Но тем не менее. 3D графика. Версия первая пока что. Но ничего. Нам сейчас главное сделать ее. Получить денег. А потом уже делать классное. Так. Оценки. Да. Геймплей. Движок. История квеста. Вот так вот. Можете мне не писать. Все равно я эти... Комментарии... Ну, здесь не комментарии. Сообщения в стиме не вижу сейчас. Да, мы работаем над новой игрой. Это будет офигенная игра. Вы что? Это школа в дьюти. Ажиотаж поднялся. Это как? Так. Искусственный интеллект. Диалоги четко. Дизайн уровней. Ну, так вот. Давай. Нормально. Сейчас будем движок новый бацать. Будет вообще классно. Так. 20-20. Неплохо. Звук. Графика. Дизайн мира. Да, в принципе, так пусть и остается. Ого. Ажиотаж на сотни. Нифига себе. Сейчас из ажиотажа только, наверное, продаж дофига сделаем. Давай. Так. Диалоги. Новый уровень. Хорошо. Древо диалогов, кстати. Я сейчас подождем чутка. Так. Call of Duty. Это же 10 из 10. Нет? Жалко. А мне деньги бы сейчас пригодились. А то, что это 2,6 миллионов, в минус уходим. Надо сделать срочно игру 10 из 10. Го, симулятор 18+. Так, ладно. Игру сделали. Сейчас давайте движок бацать быстро. И уже будем стрим заканчивать. А то 2 часа как-то незаметно просто пролетели. Лично для меня. Опа. Давай. Это тематика какая-то. Романтика. Спасибо. Так. 3D графика версия 2. Мультиплеер. Развитие персонажа. Улучшенный ИИ. Смена дня и ночи. Стереозвук. Ё-моё. Давайте ещё 2D графику запихаем сюда. Чтобы было. Игрушки Engine версия 3. Поехали. Смелое заявление про то, что всё получится шикарно. Отлично. Положительное... Положительное влияние на продажи. Неплохо. Сейчас продаст Circle of Duty. Ух, как пирожки просто разлетится. Ну да. Неплохо так пошло по продажам. Так, давайте движок не делайте. Ещё исследование сейчас немножко поднакомим. Благодаря движку. Так, ну мы пока вернулись к нашим 3 миллионам. Стоит, кстати, Call of Duty миллион нам дал. И давайте быстро создавать новую игру. Романтика нет. Спасибо. Давайте. НЛО. Стратегию. А хотя там уже можно сделать продолжение, типа, да? Да, давай. Где у нас там XCOM? Враг в заднице. Так. Это у нас будет XCOM. Враг. Враг в ванной. Отличное название для лучшей игры. Так, на Play System. Ну, блин. Давай на ПК. Это всё-таки стратегия. Игровой движок такой. У нас была инди-игра, да? Давайте опять же инди. С 3D-графикой версии 2. Отлично. XCOM враг в ванной. С мультиплеером. Так. История квесты. Не надо нам катсцены. Линейный сюжет. Это понятно. Так, геймплей. Движок. История квесты. Ну, так вот пусть будет. Нормально, думаю. Ну, вижу, не очень. Так, улучшенный ИИ. Вот это вот нам очень поможет для стратегий. Дизайн уровней, диалоги, нафиг. Вот так вот пусть будет. Надо же взять какую-то среднюю хорошую игру, чтобы денег больше нам дало. Но у нас мало денег для разработки. Так, дизайн мира. Смена дня и ночи давай. Затем стереозвук. Наконец-то. Звук будет хороший. Так, графика максимальная просто. Вот так вот. У меня сейчас довольно много будет всего. Так, NES64 выходит. Которая, кстати, до сих пор картриджами будет пользоваться. В то время как PlayStation уже с дисками и все в таком духе. А там скоро и GameCube выйдет. И все остальное такое. Вытекающее. И Соника вторая скоро покажется. Вот насколько второй там игры будут очень жесткие. Так, 40 на 49. 41 на 51. Неплохо. Просто новые рекорды. Вот эта игра должна быть 10 из 10. Враг в ванной должен просто разорвать все шаблоны стратегий. Ага. Как раз таки рынок нормализовался. Но. Блин, 8. 9. Ну, хоть что-то. Что там такое? Молодец. 10. Но все-таки десятку одну мы сорвали. Неплохо. Хорошее продолжение получилось. Так, давай отсчеты. И исследования. Древо диалогов давай. Ну, и стентик обычный. А что я скажу? Кто лучше? Арно или Эдвард? 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 Какой Эдвард? Арно это чувак из Assassin's Creed Unity. Я даже не знаю. Кто такой Эдвард? Да и в Unity я не играл толком. А, Эдвард пират. А, Эдвард этот. Кенуэй в смысле. Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Потому что я... Ну, потому что я не играл в Unity. Эдсоу крутой. Ну, и что? Эдсоу не крутой. Просто Эдсоу аудиторы 3 или 4 игры сделали. В отличие от Альтаира или того же, кого там еще. Эдварда. Так, древо диалогов. В принципе, давайте заканчивать стрим. Бизнес. Не знаю, надо новой тематики. Нет, тематика, я сказал. Охота. Кто этот актив? Так. Есть много хороших неожиданностей, ожидающих вас в XCOM в ракете. Как в ванной. Внимание к детальному геймплею действительно окупилось. Только игра с единорогами, радугами, пиратами и индией может быть лучше. Но у нас почти. В принципе, все. Сохраняемся. И заканчиваем на этом наш стрим. Два часа постримил. Это для меня довольно даже много. Потому что я не привык долго стримить. Даешь стрим? Ой, стрим по Шонвайт Сноубординг. Можно будет. Я просто сам не особо люблю игрушку Шонвайт Сноубординг. Не знаю, мне она не особо нравится. В отличие от скейтбординга. Да, кстати, задержка, я вижу, немножко больше стала. Из-за германского сервера. Ну, в принципе, на этом заканчиваем. Вот там картинка. Залипалка. Если есть какие-то еще вопросы, давайте. Я тут пробегусь по чату. Что у нас там интересно? Что я пропустил? Лучше с Jet Set Radio. Ну, можно и по Jet Set Radio. Я твой враг в туалете. Ладно, я вижу, ничего такого интересного нет. Нет, в чате ничего не происходит. Думаю, можно тогда уже заканчивать, да? Мой товарищ. Слинял уже куда-то давно. Либо просто силу втыкал. Давай Tales from the Borderlands. Ну, пока не хочется проходить Tales from the Borderlands. Да и игры от Telltale я не особо, если честно, люблю. Уж не обессудьте. Ну и, в принципе, ладно. Хватит. Два часа. Вполне себе. Нормально. Вернусь ли я на YouTube в качестве стримов? 13 февраля мне возвращают возможность стриминга на YouTube. И я, наверное, буду делать так. Я буду просто планировать стрим на YouTube, а проводить его на Twitch. Ой, на Twitch, на Hitbox. И все. Не хочу я возвращаться на... Со стримами на YouTube. Так, подожди. Сейчас договорю. Не хочу я возвращаться со стримами на YouTube, потому что там задержка где-то минута. 40 секунд-минута. Это слишком долго. Поэтому будем стримить на Hitbox'е и только на Hitbox'е. Мне здесь приятнее стримить. Тем более, если мне тут дадут партнерку, у вас будет возможность менять качество стрима. Twitch дно. Согласен. Мне самому Twitch в последнее время не нравится. Там тоже задержку забацали. Секунд где-то 30 или 20. Во-первых. Во-вторых, там очень-очень лагает все. Ну, в принципе, ладно. Фиг с ним. Спасибо всем, кто досмотрел этот стрим до конца. Спасибо всем, кто посмотрел эту запись этого стрима, опять же, до конца. Ну, а на этом все. С вами был мистер Чейзер. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за терпение. За ваше время потраченное. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok